Всем привет, мои дорогие! Я Елена Галант, рада вас приветствовать у себя в гостях на канале. Итак, я отдохнувшая полная сил, наконец-то с радостью и вожделением берусь за тему модная весна. Если у вас есть необходимость пополнить свой модный весенний кардероб хорошими базовыми вещами или современными трендовыми вещами, сейчас самое время их покупать, потому что мы находимся на самом дне скидок. Многие масс-маркет-бренды объявили скидки до 80%, а это значит, что сейчас вы можете подобрать себе новый весенний кардероб по минимальным ценам, потому что среди всех зимних коллекций всегда можно найти стоящие весенние вещи. Итак, я для вас пересмотрела большую часть известных масс-маркет-брендов и не только. И это брала те вещи, которые стоят вашего внимания. Те вещи, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите пополнить свой весенний кардероб. Как всегда, ссылки на все-все-все показанные вещи и даже чуточку больше я оставляю в инфобоксе. То есть никаких лишних слов. Если вы считаете, что какая-то из показанных вещей должна быть в вашем кардеробе, открывайте инфобокс и ищите там соответствующие ссылки. Кстати, тема тренды весны у меня запланирована в следующем видео, то есть в четверг. Открывайте мой канал, если вам интересна тема тренды весны. Ну а, естественно, те вещи, о которых я буду рассказывать в этом видео, это или хорошие базовые вещи, долгоиграющие вечные современные базовые вещи, или трендовые вещи, которые соответствуют теме тренды весны. Ну, об этом будет чуть позже. Итак, начнем. Первое, с чего начинаются мысли о весеннем кардеробе, это, конечно же, весенние платья. Для многих девочек это то время, когда пора купить себе новое платье. Итак, платье номер один, это Бохо Шик Стиль. Платье в Бохо Шик Стиле, вне времени, вне трендов платья и стиль, который всегда будет хорошо смотреться на определенном типаже девочек. Девочки, которые часто носят распущенные волосы, понимают красоту в грубой обуви, это платье. Плюс сапоги с тяжелым голенищем или ботильоны, а-ля армейские ботильоны, доктор Мартинсы, плюс косуха, это формула на века. Вот такое классное платье в Бохо Шик Стиле я нашла у Манго, стоит оно примерно 20 евро. Кстати, буду прописывать еще и альтернативу в других валютах, но буду называть в евро как, скажем так, свободно конвертируемой валюте. Платье номер два, это тоже Бохо Шик Стиль, оно белое, более летнее, но опять же с косухой, с кожаной курткой или даже с трендовыми куртками-рубашками, о которых мы с вами будем говорить чуть позже. Это платье будет смотреться по-весеннему, очень свежо и оригинально. Опять же, носим с тяжелой обувью стоит столько же, сколько и первое платье. Нашла вам платье, которое точно такое же, как мое Зара платье, о котором вы так часто меня спрашиваете. Кстати, заглядывайте ко мне в Инстаграм, я только что вернулась с новогодних праздников, которые провела на Бали в теплом климате. Там было очень много красивых жарких образов, и те, кто на меня подписан уже давно, знают, что это платье, это мой фаворит, это платье номер один в любых моих жарких поездках. Итак, я нашла для вас точно такое же платье на сайте Уманго, и стоит оно всего лишь 16 евро. Потрясающе стильная, незаменимая вещь для весенне-летнего гардероба. Кстати, весной вы тоже сможете его носить с теми же косухами и тяжелой обувью. Немного похожее, но в более нежном принте, если у вас низкая контрастность, если вы не любите агрессивные черно-белые принты, точно такое же платье в более нежном персиковом цвете. Чайное платье бренда Вилла. Еще одна вещь, еще один тип платьев, который всегда в тренде, который всегда хорошо, свежо смотрится, и это платье сейчас по очень классной цене, идеальная вещь и для весеннего, и для летнего гардероба. Еще одно объемное платье, которое лично у меня есть в похожем силуэте от бренда Zara, это конкретно это платье бренда Mango, это платье-палочка-выручалочка, когда вы не хотите долго думать, сооружать образ, если вы хотите что-то максимально удобное и комфортное, выбирайте вот такие летящие мягкие силуэты. Более силуэтное платье это бренд Wearhouse, оно тоже сейчас в полцены, это уже, скажем так, более яркий принт, более контрастный, такое платье будет больше вызывать внимание, притягивать внимание на себя, но и этим оно как раз и хорошо. Идем дальше, более минималистичное, спокойное платье прямых силуэтов, это платье Tire Túnica, представьте его с тяжелыми ботфортами, с широким голенищем или просто с ботинками, и с любым пальто, даже с тонким пальто, оно будет смотреться потрясающе стильно, кстати, примерно вот этот фасон и это платье соответствуют тренду минималистичной 90-е, конец 90-х, но не буду забегать вперед, мы об этом будем говорить с вами в четверг, ну а пока что просто предложу вашему вниманию конкретно это платье бренда GDY. И, кстати, стоит оно всего лишь 24 евро. Еще одно минималистичное благородное платье, это натуральный шелк, сейчас на него хорошая скидка, и это бренд H&M. Обязательно загляните на сайт H&M, у них сейчас есть в разделе Premium Quality, то есть вещи высокого качества, хорошие скидки, и там можно найти много качественных, хороших вещей, базовых, и не только на весну. Я очень много в этом видео буду ссылаться на H&M, так что если вы любите их премиальную коллекцию, обязательно или загляните к ним на сайт, или смотрите, какие конкретно подборки я для вас приготовила. И второе платье, которое привлекло мое внимание, это такое же минималистичное, строгое, закрытое платье, и это тоже шелк, и тоже на него сейчас хорошая скидка. Идем дальше. Сарафаны, это более весенний вариант одежды. Сарафаны из вельвета, я про них уже рассказывала в каком-то из своих видео, не помню в каком. Сейчас эти сарафаны вывели на скидки, стоят они примерно 20 евро, так что если вы к ним присматривали, сейчас самое время их купить. Они есть в рыжем цвете и в темно-темно-синем цвете. Кстати, они продаются и на официальном сайте Манго, и на сайте Ламода. Все ссылки ищите в инфобоксе. Еще одна моя находка, о которой я уже упоминала в каком-то из недавних видео, не помню в каком, это платье с запахом, трикотажное платье с запахом, в черном цвете и в красном цветах. Они есть на сайте H&M, сейчас с хорошей скидкой, так что если в прошлых видео они вам понравились, тогда ищите соответствующую ссылку в инфобоксе. Строгое офисное платье Манго, тоже вам про него рассказывала, очень его советую, и опять же оно сейчас есть по хорошей цене. Кос. Вы знаете, я люблю этот бренд, к сожалению, очень много у них на сайте уже распродано, я пыталась найти что-то стоящее, к сожалению, очень мало размеров и очень маленький ассортимент остался, поэтому только одно это платье в красном цвете с асимметричным многослойным кроем, я вам буду советовать. Очень мне нравится, прежде всего, конечно, вот этот яркий женственный красный оттенок. Платье с миксованием принтов, это такие statement dresses, то есть платье, которое привлекает внимание, одно это платье, вам больше ничего не нужно, только минималистичная базовая сумка, обувь и все. Вот такие подобные классные стильные платья я сейчас нашла для вас на сайте Asos и тоже оставляю ссылки на них в инфобоксе, это разные бренды есть, Asos, Buhu и Whistles. Платья с вырезом каре, если вы их не успели купить осенью, в конце прошлого лета и осенью, то сейчас самое время это сделать, потому что это долгоиграющий тренд, эти платья смотрятся до сих пор очень стильно и актуально, и они есть у разных брендов. Есть у End of the Stories, есть у бренда Villa, который продается на Asos. Эти платья смотрятся очень стильно, особенно если их обыграть с аксессуарами в готическом или в гранжевом стиле. Ну и несколько по-настоящему уже летних платьев, если у вас намечается быстрая и теплая весна, несколько хороших летних, уже по-настоящему летних платьев я для вас подготовила в инфобоксе. Следующий пункт, это вот такие открытые мини-платья. Их классно будет носить с голыми ногами и с армейскими сапогами, если, конечно, такой дуэт для вас приемлем. Кстати, это платье BeFree продается на сайте LaModa. Идем дальше. У BeFree есть несколько хороших платьев, которые я для вас подобрала. Не каждое их платье мне нравится, но я выбрала для вас несколько пунктов, которые смотрятся невероятно стильно. Fashion Love Story – еще одно платье, которое привлекло мое внимание. Очень оно мне нравится своим благородным, простым, интеллектуальным кроем. Ну и, конечно же, Whistles. Я вам уже рассказывала об этом бренде. Он продается и на сайте Asos, и на сайте LaModa. У них всегда отменное качество и невероятно стильный дизайн. Один минус – их ценник. Ну, скажем так, он не всегда нас радует. Ну и уж тем более, сейчас самое время задуматься о покупке этого платья, потому что оно сейчас в полцены. Дороси Перкинс – еще один бренд, который представлен на сайте LaModa и на сайте Asos. Их платья тоже всегда меня радуют. И они всегда выглядят просто, минималистично, но в то же время современно. Кстати, на сайте LaModa в категорию премиум, в категории премиум бренды очень много классных, любимых мною брендов вывели на скидки. Например, Королева платьев Диана фон Ферстенберг. Я вам уже много раз рассказывала об этом бренде. Это женщина, которая придумала явление платья с запахом. Это женщина, в коллекции которых всегда преобладает женственный крой, женственный силуэт, ну и, конечно же, платье. И сейчас на сайте LaModa очень много классных женственных платьев от бренда Диана фон Ферстенберг вывели на скидки. Max Mara, Weekend by Max Mara, еще одни платья, которые могут прослужить в вашем гардеробе бесконечно долго эти платья. Если правильно за ними ухаживать, можно носить десятилетиями. И еще один, кстати, бренд Beatrice B. Не дешевый бренд, но очень радует его качество. Reformation. Помните, я вам рассказывала об американском бренде? У меня есть топ этого бренда. Очень довольна качеством. Это, можно сказать, что премиальное качество по цене medium класса. И самое главное преимущество это то, что у этого бренда потрясающий женственный крой. Это всегда что-то нарочито женственное, сексуальное. Я очень советую этот бренд. И у меня многие спрашивали про размерность этого бренда. Напишу в инфобоксе, какой топ конкретно я купила, в каком размере, какие мои параметры, чтобы вы могли ориентироваться. Так вот, у Reformation представлена небольшая линейка их платьев на сайте NetAparthe. И их вывели на скидки. И там, кстати, есть несколько абсолютных фаворитов этого бренда сейчас по хорошей цене. Джинсы. Ну, конечно, если вы любитель такого понятия, как базовые гардероби, базовые джинсы, сейчас самое время купить себе хорошие, долгоиграющие базовые джинсы. Буду настаивать, чтобы это были белые джинсы, потому что, скорее всего, голубые и синие уже точно присутствуют в вашем гардеробе. Белые джинсы хорошо будут смотреться и весной, и летом, особенно, если у вас не слишком грязная весна, да, и такое тоже бывает. И у бренда Mango есть много классных джинсов сейчас по очень хорошему ценнику. Оставлю все нужные ссылки в инфобоксе. Я считаю, что лучшая коллекция базовых, хороших, недорогих джинсов сейчас именно у Mango. И, кстати, уделите внимание именно базовым, прямым джинсам и Mom джинс. Слегка завышенная талия, есть свободный объем в районе бедер. Это не классический Mom джинс, который мы носили пять лет назад. Это их современный вариант, более спокойный и более прямой крой. Средняя стоимость этих джинсов примерно 18-19 евро. Юбки, юбки, юбки. Давайте же вкратце поговорим, какой must-have юбок на весну. Я буду настаивать, чтобы это были атласные миди юбки. Их можно, кстати, носить и в более холодное время, и летом. То есть такой долгоиграющий фасон юбок, которые всегда будут смотреться актуально. Итак, у Mango есть несколько хороших вариантов принтованных. И на сайте Asos я тоже для вас подобрала несколько интересных принтованных вариантов, если вы любите более активные образы, те, которые больше привлекают внимание. Ну, а если вы любите однотонные модели, то у End of the Stories есть потрясающий нежно-сиреневый цвет, очень редкий цвет для масс-маркет бренда фиолетовый и сиреневый. И это поэтому и привлекло мое внимание. У бренда Reserve есть тоже мини-коллекция хороших юбок, которые сейчас ну просто по очень смешным ценам примерно 10-12 евро вы можете купить хорошую юбку, которую вы сможете носить и весной, и дальше уже летом. Кстати, у Reserve есть и однотонные, и цветочные, очень нежные юбки. Их платье мне не очень нравится, а вот именно юбки всегда радуют и привлекают меня у них в магазине. И вот эти мини-юбки трапециевидные, мини-юбки из натуральной замши, я про них тоже уже рассказывала в каком-то из своих видео, не помню в каком, это бренд H&M, и их тоже сейчас вывели на скидки. Итак, блузы, топы, давайте рассмотрим эту категорию. Первая вещь, которая привлекла мое внимание, это жилет удлиненный зеленый у бренда Mango. Я когда увидела эту вещь, я сразу в нее влюбилась, она настолько в моем стиле с необычной, с точки зрения классического кроя, необычная, идеально будет вписываться в хороший яркий контрастный гардероб, ну и, конечно же, этот зеленый цвет, это идеальный цвет для весны. Дальше, я для вас подготовила небольшую коллекцию хороших базовых рубашек. Если вам нужна нейтральная базовая рубашка, но в каком-то интересном принте горошек, полоска, или какой-то анималистичный принт, заглядывайте на сайт Mango. У них есть, всегда у них в коллекциях есть хорошие, нейтральные, с точки зрения кроя, рубашки, но интересные, с точки зрения принтов. И у них есть еще и хорошие, нежные рубашки, блузы, в нежном цвете хакии, или в розовом цвете. Вот всегда, если мне нужна рубашка, я прежде всего заглядываю в Mango. Кроме этого, вот такие атласные блузы, топы, будут тоже хорошо смотреться весной, у меня есть точно такая же вещь, и это, кстати, тоже был бренд Mango, этой вещички лет 12, она есть в моем гардеробе, она любима, я ее продолжаю носить, и вам рекомендую купить одну из этих блуз, в любом цвете, который больше всего вписывается в ваш гардероб. H&M шелковые блузы, конечно, у H&M есть хорошая коллекция шелковых вещей, и сейчас вот эти шелковые блузы вывели на скидки, и это хорошая вещь для весеннего или летнего гардероба. Stradivarius, посмотрите на эту красоту, пышные рукава мы с вами продолжаем носить, и в варианте в платьях, и в рубашках, в блузах, это бренд Stradivarius, честно говоря, я ее не мерила, но когда я нашла ее на сайте Stradivarius, я сразу подумала, что она мне нужна, очень классный современный стиль, и даже тот факт, что они подобрали ткань в мелкий цветочек, свидетельствует о том, что они очень хорошо и четко чувствуют этот тренд. Finflare, более базовые рубашки с ленточкой у воротничка, обязательно обратите на них внимание, или просто возьмите себе на вооружение, берете любую свою базовую любимую рубашку, и просто добавляете черную бархатную ленточку, все, больше ничего не надо. Топы Manga, конкретно этот топ Manga есть у меня еще с начала лета, прошлого лета, я его носила все лето, осенью и зимой продолжаю носить как топ под джемпер, который утепляет и помогает мне сохранить тепло, очень рекомендую эти топы, во-первых, они хорошо носятся, хорошо стираются, и они выглядят очень дорого, и сейчас, опять же, они продаются с хорошими скидками. Кстати, если мы говорим о конкретно моем гардеробе, в инстаграм у меня было очень много запросов, когда я была на Бали, откуда этот купальник, откуда тот купальник, я всем честно отвечала, девочки, 90% моего гардероба купальников, а у меня их много, как у жителя морского города, это все купальники Asos, и всегда я их покупаю на зимних скидках, сейчас самое время купить себе купальник, если, конечно, вы планируете какой-то отдых у моря, или просто часто любите ходить в бассейн, и так, вы просто заходите на Asos в категорию скидки, сразу, чтобы не смотреть лишнее, отфильтровываете, выбирая свой размер, свой фасон, что вы любите, раздельный купальник, цельный купальник, и просматриваете все подряд, у них больше тысячи категорий, как мне кажется, это самый лучший сайт, чтобы искать себе купальник онлайн, я, конечно, понимаю, что не каждая девочка может подобрать себе купальник онлайн, во-первых, для этого нужно знать четко специфику своей фигуры, или иметь относительно нейтральную фигуру, но лично я всегда покупаю все свои купальники онлайн, в частности, на сайте Asos, и всегда остаюсь ими довольна, и ваши запросы у меня в инстаграм это подтверждают. Кстати, что еще хорошо, это то, что вы можете подобрать отдельно верх, отдельно низ, и поэкспериментировать, создать свой собственный оригинальный комплект, в котором верх и низ будут от разных комплектов. Еще одна вещь, которая проверена моим гардеробом, это базовые лонгсливы или футболки из супер хорошего качества, бренда H&M, опять же, у них в премиальной коллекции есть вещи из льна или из шелка, это вот такие базовые лонгсливы, которые всегда, всегда будут хорошей вещью в вашем гардеробе, в разных базовых цветах, и их тоже сейчас вывели на скидки, я их покупала по полной цене, ну и я, честно говоря, даже немного сожалею, если бы я немного подождала, то я смогла бы купить эти же вещи с хорошей скидкой, ну а они всегда актуальны в вашем гардеробе. Пальто Weekend by Max Mara, я его мерила, я ходила и думала, я сомневалась, это двустороннее пальто, с одной стороны яркий бирюзово-голубой цвет, с другой стороны спокойный коричневый цвет, оно невероятно стильно смотрится, кроме этого, как вы знаете, любое пальто Max Mara это хорошая инвестиция и хорошая покупка, кроме того, если вы любитель вот таких многофункциональных вещей, тогда это точно вещь, которая нужна вам, она сейчас продается на сайте La Moda с очень хорошей скидкой, ну а если нужно что-то попроще, у H&M есть такое же тонкое пальто, ну оно, конечно же, одностороннее, это просто один базовый коричневый цвет, но идея пальто точно такая же, тонкий материал, но в благородном струящемся силуэте. Продолжаем тему верхней одежды, как я вам уже говорила, тренд весны, впрочем, как и осень, это вот такие рубашки-куртки, свою я купила у End of the Stories, к сожалению, их уже нет в наличии, а вот те куртки, которые привлекли мое внимание, это замшевая желтая бренда Mango, очень ее рекомендую, я ее держала в руках, мерила, вторая шерстяная куртка это H&M более спокойного, коричневого цвета, и еще мерила вот такую клетчатую бренда резервы, один минус, там не состыковка клеток по боковым швам, но это резерв, цена у них очень маленькая, поэтому, если вам этот момент не слишком принципиален, то берите эту куртку, будете очень довольны, можно создавать огромнейшее количество трендовых образов с тяжелыми сапогами, с широким голенищем, или высокими сапогами на шнуровке, вправлять брюки в эти сапоги, плюс эта рубашка, супер стильный образ готов. Еще вы много спрашивали о моем дутом жилете Zara, да, можно сказать, что это еще один микротренд, похожую вещь еще я нашла на сайте H&M в коричневом цвете, и вот такую белую, потрясающе белоснежную куртку-пуховик без рукавов. Это, кстати, бренд Zara, у той же Zara есть еще куртки-бомперы, очень стильные, объемные, оверсайз, в черном цвете и в ярко-оранжевом цветах. Вы, наверное, замечали, что многие модные девочки и фэшн-блогеры купили себе эти куртки и составляют очень классные, интересные образы. Так что у Zara есть хорошая коллекция верхней одежды, весенней легкой верхней одежды по хорошим скидкам, и эта одежда всегда будет уместно смотреться, если вы любитель трендовых, современных образов в стиле фэшн-блогеров. Кардиганы еще одна вещь, без которой не могу себе представить весенний гардероб. Если у вас будет хорошая погода и вы устали от пальто, то вы просто можете выбрать более теплый кардиган удлиненный и носить его в качестве верхней одежды. Итак, к примеру, вот такой более тонкий кардиган бордового цвета нашла на сайте Mango, и, кстати, у них есть в комплекте еще и водолазка без рукавов. Потрясающая комбинация, особенно если кардиган опускать чуть ниже открытой линии плечика и показывать немного оголенного тела. После долгой холодной зимы мне кажется, что так приятно наконец-то хоть где-то проявить кусочек голой кожи. Ну а если вы хотите создавать какие-то более интересные комбинации, тогда я буду вам рекомендовать выбрать эту водолазку без рукавов бренда H&M в золотисто-оранжевом цвете, прибавить тот бордовый кардиган манго, о котором я только что говорила. И у нас с вами получится не только интересный силуэт, когда вы можете кардиган опустить чуть ниже открытой линии плеч, но и классное сочетание, супер-классное сочетание цветов золотисто-оранжевого и бордового. Вообще очень много кардиганов можно сейчас найти у различных брендов. Я не буду здесь долго задерживаться, покажу вам быстро те кардиганы, которые я для вас подобрала. Это и более яркий стейтмент, кардиганы, то есть те, которые могут составлять образ, ничего больше не надо, только базовые вещи добавляйте и все, современный образ готов. Ну и более базовые кардиганы, которые хорошо будут смотреться в более ярких образах. На все эти кардиганы оставляю ссылку в инфобоксе. Ну и добавлю еще пару джемперов, которые тоже привлекли мое внимание. У H&M есть кашемировая линия из тонкого приятного кашемира. Все-таки я буду советовать, джемперы каких-то более светлых тонов, мы все уже устали от черно-серой зимы, поэтому для весеннего гардероба выбирайте все-таки или более светлые, или более насыщенные цвета. Сумки, сумки, сумки. Сейчас можно купить базовую сумку, которая будет с вами долго, но при этом вы ее купите по хорошей цене. Если говорить про недорогой ценник масс-маркета, вот такая сумка Манго, это хорошая статусная деловая сумка и еще вот такую маленькую сумку я для вас подобрала, это те две сумки, которые привлекли мое внимание. У Зары есть еще две сумки, которые классно современно смотрятся, это более трендовые варианты, но если вы любитель именно трендовых сумок, то почему бы и нет. У Манго есть маленькие боха сумочки-мешочки, которые хорошо будут смотреться в вечерних образах, так что если вы думали о том, что вам не хватает для вечерних то вот именно эти манго то, что вам надо. Покажу вам сейчас вкратце те сумки, которые я для вас подобрала на сайте LaModa. Вы знаете, там есть много хороших качественных сумочных брендов, middle market брендов, на которые я всегда ссылаюсь. LaModa это вообще хорошее место, чтобы купить базовую сумку. Во-первых, это бренд David Jones, во-вторых, малоизвестные нераскрученные бренды, такие, как, о боже мой, сейчас постараюсь произнести. Julia Monty, Julia, Julia Monty, минималистичные, хорошие, идеальные базовые сумки. Идем дальше. Boss Cola, неуверенно, правильно, неправильно, подкорректируйте меня, ребята, слишком долго не думают по поводу дизайна, они просто берут узнаваемые детали, узнаваемые силуэты и повторяют их в своих коллекциях, но зато ценник приятный. Marco Bonne, еще одна коллекция сумок, которые привлекли мое внимание, очень стильно, минималистично, хорошо смотрятся, будут отлично отрабатывать в роли базовой сумки. И La Mania, я уже тоже несколько раз вам рассказывала про этот бренд, он всегда привлекает мое внимание, когда я ищу нужную сумку на сайте La Moda, и сейчас много вот таких больших, вместительных, но в то же время минималистичных стильных сумок вывели в категорию ссылки. Ну и, конечно же, вы знаете, любая модница фанат сумки CELINE Classic Box, и сейчас я на сайте La Moda нашла целых два бренда, которые решили воодушевиться этой сумкой и воссоздать что-то свое. Ценник у нее как минимум в 20 раз ниже, чем у оригинальной CELINE Classic Box, но вот этот фасон и этот дизайн, это то, что делают эту сумку вне времени. Она была придумана еще в 80-х годах, и, как вы понимаете, уже сколько? 40 лет? Да, 40 лет эта сумка и конкретно этот фасон выглядит современно и актуально. Если вы меня спросите, какую обувь купить на весну, да, казаки все еще в тренде, мы все еще продолжаем их носить, и сейчас можно найти много классных казаков по хорошим скидкам. На сайте Mango это классические сапоги казаки с широким голенищем, куда мы вправляем джинсы или брюки. Если вы не любитель вправлять брюки джинсы вовнутрь сапогов, тогда рекомендую вот такие ботильоны казаки с узким голенищем. Это уже более трендовый новый фасон, и сейчас они тоже есть на сайте Asos по хорошим скидкам. H&M классика на века, маленький kitten hill, острый каблучок, и стоят они всего лишь 18 евро. Сапоги с широким голенищем тоже с удовольствием продолжаем носить этой весной. Если вы не успели купить свою любимую пару, у Ender the Stories есть и черная, и молочная модели по хорошим скидкам сейчас. Белые базовые кеды или кроссовки, если вы устали от тренда ugly sneakers, который уже явно уходит на нет, и с которым уже пора распрощаться, купите себе нейтральные базовые белые кеды, которые вы сможете носить бесконечно долго. Оставляю все нужные ссылки в инфобоксе. Классические броги, сейчас тоже самое время покупать вот такую базовую обувь на весну. Классические броги или Оксфорды, обувь с мужским характером, которая будет очень стильно смотреться в женском гардеробе. Ну и вот такие базовые балетки, туфли на плоском ходу, сейчас продаются на сайте Mango в различных цветах и с очень приятным ценником. Подобрала для вас также много аксессуаров, это серьги или тонкие трендовые цепочки с подвесками, которые хорошо будут смотреться весной, когда мы наконец-то начинаем немного оголяться, показывать свои плечи, декольте, нужно будет чем-то эту зону украшать, поэтому рекомендую сейчас по скидкам купить себе хорошие цепочки с небольшими подвесками, которые вы будете надевать рядами, и их сейчас можно найти на сайте Ender the Stories и у Mango. Ну и последний пункт, обещала себе не говорить про шарфы, но когда я нашла эти кашемировые тонкие шарфы у H&M по хорошим скидкам, я поняла, что я должна о них вам рассказать. Это такой, знаете, европейский шик, вы, наверное, замечали, европейские женщины часто носят тонкие легкие шарфы и весной, и даже летом, как аксессуар, то есть не столько как необходимость функциональная, сколько просто аксессуар и у H&M есть в потрясающем тонком кашемировом качестве вот такие весенние шарфы сейчас по скидкам. У меня вышло даже не 100, у меня вышло даже целых 120 пунктов. Я очень надеюсь, что это видео вам поможет сориентироваться в сумасшествии скидок масс-маркета и я очень надеюсь, что вы найдете кое-что полезное для себя в инфобоксе. Ну а я буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения и яркого солнечного дня. Кстати, не забывайте, встречаемся с вами в четверг, у нас будет тема тренды весны. Все, всем пока-пока! Всем привет, мои дорогие! В этом видео я для вас подобрала свои личные любимчики, стилистические любимчики. Это те вещи, которые я чаще всего надевала в холодное время года и я уверена, что в этом видео вы найдете капельку вдохновения и для вашего собственного зимнего стиля. Так что, если эта тема для вас актуальна, не переключайтесь, дальше будет много интересного.